Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас второй урок по Ардуино. И рассмотрим мы сегодня подробнее самую популярную плату из семейства Ардуино, Ардуино Уно. Оригинальные платы Ардуино Уно делают в Италии. Эту сделали в Китае, но на вполне законных основаниях. Вся документация по Ардуино и весь программный код находится в открытом доступе. И любой даже вы сможете сделать свою плату Ардуино Уно. Плата Ардуино Уно содержит все необходимые компоненты, которые нужны для программирования и для совместной работы с другими схемами. Различными платами расширения, датчиками, модулями. Это такие компоненты платы как микроконтроллер, USB интерфейс для программирования и передачи данных, стабилизатор напряжения и вывода питания, контакты входов ввода-вывода и индикаторные светодиоды. Сейчас мы все подробнее рассмотрим. Итак, основной элемент платы Ардуино это микроконтроллер от MEL. На плате Ардуино Уно микроконтроллер серии от MEGA328. Этот разъем как раз и является USB интерфейсом. С компьютера через USB кабель, через этот разъем записывается код программы. И микроконтроллер как раз исполняет весь код программы. Тактовая частота микроконтроллера составляет 16 МГц, а память его составляет 32 кБ, чего вполне хватит для наших будущих проектов. Далее также у нас на плате есть разъем питания. Кстати, плата Ардуино Уно может питаться как от USB выхода, так и от разъема питания. Источник питания будет определяться автоматически. Питается плата постоянным напряжением от 6 до 20 Вольт, но при напряжении меньше 7 Вольт возможно неустойчивая работа. А при напряжении больше 12 Вольт, некоторые элементы платы или платы расширения могут перегреться. Поэтому для стабильной работы платы рекомендуется напряжение от 7 до 12 Вольт. И поэтому для питания платы Ардуино чаще всего выбирает батарейку типа крона, рассчитанную на 9 Вольт. Такое как раз среднее напряжение для стабильной работы платы. Ну и конечно никто не помешает вам запитать плату Ардуино от обычных пальчиковых батареек. Соберите их так в 6 в ряд и у вас получится напряжение 9 Вольт. Напомню, что каждая пальчиковая батарейка рассчитана на 1,5 Вольта. При их последовательном соединении напряжение складывается. Физика 8 класс. Теперь рассмотрим подробнее контакты ввода-вывода платы. Вот они есть с этой стороны платы и с этой стороны. Здесь у нас расположены разъемы для питания различных других плат. Контакт 3,3 Вольт, а контакт 5 Вольт. ГМД это земля. ВИН дает 5 Вольт при подключении от USB питания. С этой стороны платы расположены 14 цифровых контактов для ввода и вывода. Контакт видите от 0 до 13. Какую роль будет исполнять каждый контакт будет зависеть от программы, которую мы вольем в эту плату. Все контакты работают с напряжением 5 Вольт и рассчитаны на ток 40 мА. Также каждый контакт имеет встроенный резистор на 20-50 кОм, но по умолчанию он отключен. Кстати, к 13 контакту подключен вот этот вот светодиод с надписью L. Он нам пригодится в следующем уроке. Кстати, 6 контактов из 14 могут быть использованы для широтной импульсной модуляции. Что это такое, тоже рассмотрим в следующих уроках. Далее на другой стороне платы имеется 6 контактов для аналогового ввода. Вся информация из датчиков имеет аналоговый вид, поэтому она через эти контакты вводится и далее преобразуется в цифровой вид для обработки микропроцессором. Также на плате имеется кнопка Reset. Ее также называют кнопкой сброса. Ее можно сравнить с кнопкой перезагрузки на нашем компьютере. То есть нажатие этой кнопки приводит к сбросу всех процессов. Также взаимодействие с компьютером возможно не только через USB интерфейс этой платы, а при наличии определенных плат расширения возможно взаимодействие через радиоканал, через Ethernet или даже Wi-Fi. В общем-то я рассказал про основные компоненты этой платы. Если вам хочется подробнее разобраться в этой плате, то я оставлю ссылку в описании на электрическую схему этой платы. Я уже говорил, что оригинальная такая платка стоит около 2000 рублей. Я сейчас долго порылся на Алиэкспресс и нашел такую плату за 270 рублей. Там в комплект, кстати, ходил также USB кабель и, как ни странно, такая сороконожка. Ну дешевле просто, наверное, не найти. Ссылку на такой комплект я оставлю в описании. А я на сегодня заканчиваю. Ставьте лайк, если понравился этот урок. В следующем уроке мы уже напишем первую нашу программу на Ардуино и вольем ее в эту платку. Пишите в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть по теме Ардуино. Что вам не понятно в вопросе с ним. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить уроки. А я с вами прощаюсь. Пока.